Второй вопрос, который я хотел сегодня разобрать, это вопрос взаимоотношений между служителями и неслужителями. Может быть, он как дохода степени будет личный вопрос, но мне тоже прислали два раза уже этот вопрос. Я его обходил, потому что не хотел отвечать на него, потому что, может быть, сам находился в подобной ситуации. Что делать, когда пастор говорит со сцены одно, а делает совсем другое? Или лидер домашней группы, скажем, говорит одно, а делает совсем другое? Я в этой ситуации находился и нахожусь до сих пор, на некоторой степени тоже не мой пастор, слава богу, но я видел постоянно, как со сцены говорится одно и на самом деле происходит другое. Но дело в том, что я этого раньше не замечал. Когда мы находимся в каком-то тандеме с человеком, то мы видим, как он говорит какие-то вещи, а внутри у тебя какие-то противоречия к этому происходят. И я не говорю, что он там какие-то уже учения продвигал и так далее. Нет, просто, если, вы знаете, Писание говорит, что овцы слышат голос пастора своего. И вот если вы перестаете слышать голос пастора, то позаботитесь о том, чтобы найти себе другого пастора. Потому что когда вы будете жить в конфликте с этим пастором, если вы будете постоянно искать, в чем он не прав, ни к чему хорошему это не приведет. Вы будете не назидаться в слове Божьем, а вы будете постоянно искать причин конфликта. Будете постоянно искать, почему вы с ним не согласны. Вы будете постоянно сосредоточены на том, что плохо, а не что хорошо. Поэтому, когда вы понимаете... И это, кстати, нормальная ситуация. Бывает так, что человек растет, растет, растет до некоторой степени в своем духовном развитии, и потом начинает понимать, что эти штанишки ему уже маловаты. Нельзя всю жизнь находиться в детском саду или в первом классе, нужно продвигаться дальше. Да нормально. Можно, конечно, прийти и оставаться в одной и той же церкви всю жизнь, и всю жизнь расти. Это выбор любого человека. Но если вы чувствуете, что вы уже не слышите то, что вам говорит пастор, вы не согласны с тем, что он говорит, вы понимаете, что то, что он говорит, это молоко, а вам уже давно пора мяса, ваше право найти себе другого наставника и продвигаться дальше. Но только я вас хочу предостеречь от одной вещи. Не ищите себе комфортную церковь. Потому что зачастую, когда пастор что-то говорит, и вы с ним не согласны, это не потому, что он говорит ересь или он желает вам зла. А скорее всего... Бывают исключения, да? Бывают исключения. Но скорее всего он просто вас обличает. И когда со сцены говорят, с кафедры говорят обличающие проповеди, вам некомфортно находиться в этой церкви, вам хочется встать, уйти, посмотреть в телефон, вам хочется кому-то что-то доказать, встать, сказать, ты не прав. Значит, вы все еще обличаетесь этим словом. Но бывает такое, что пастор говорит одно, а на деле появляются совершенно другие вещи. Первое, что нужно сделать, естественно, это прийти с пастором поговорить и сказать ему, объясни, пожалуйста, может быть я не прав, может быть тебе, может быть мне кажется, может быть ты делаешь какие-то вот такие вот... Не надо конфликтовать. Я видел очень много случаев, когда люди конфликтуют со своими пасторами. Почему я говорю, что я был в этой ситуации? Конфликтуют со своими пасторами. И потом приходилось решать, как арбитру какому-то, да, приходить между ними, и говорит, послушай, ты не прав, он совсем не то имел в виду. Но почему мы должны выяснять отношения с друг с другом, кто что имел в виду? Куда проще подойти к человеку, с которым вы не согласны, и просто поговорить с ним? Ведь это касается как раз и тех вопросов обида, о которых мы говорили. Иногда бывает, что нам кажется, что человек говорит одно, а делает другое. Иногда нам кажется, что человек говорит одно, а подразумевает третье. Но если нам кажется, это же ведь наши проблемы, это наши недопонимания. Это нам кажется, да мы приняли такое решение. Вполне возможно, что человек просто не умеет высказать свою мысль. Бывает и такое. Вы знаете, не каждый пастор – оратор великий. Я вам даже приведу пример с Павлом. Когда он писал свои письма, особенно в церкви в Грецию, все думали, что он такой великий оратор, что он сейчас выйдет просто на площадь, и все просто покаяются. Но когда он пришел, выяснилось, что в риторике он слабоват. Вот в эпистолярном жанре, да, так как он пишет свои послания, так, пожалуй, никто не напишет. А вот в риторике он слаб, и поэтому все его призывали приди туда, приди сюда, перебивали его и так далее. Возможно, что человек не умеет высказать свои мысли, и вы его не так понимаете. Потому что человек все равно поймет то, что он хочет понять, а не то, что ему говорят. Пастор, конечно, отвечает за то, чтобы его не просто услышали, но и поняли то, что он хотел сказать, именно так, как он хотел, чтобы его поняли. Но не всегда это происходит. И бывают такие случаи, что обращаются и говорят, вот у меня пастор со сцены врет, у меня пастор. Во-первых, еще раз, вы клевещете на своего служителя, вы клевещете на своего пастора, он не может вам врать, потому что, еще раз, если вы доверяете тому, что Бог поставил этого человека на это место, значит, вы должны доверять и Богу тоже. Помолитесь, пойдите к этому пастору и поговорите, расскажите ему все. Если у вас есть какая-то обида на него, выскажите ему эту обиду. Кстати, будучи пастором, я могу вам сказать, что это одна из наших задач, выслушивать обиды других людей. Пусть придут и скажут, на что они обижаются. То, что я пришел и сказал своему пастору, на что я обижаюсь, какие у меня к нему претензии. И выяснилось, что когда эти претензии высказываются, человек понимает, что он совсем не это имел в виду, когда говорил, но его поняли именно так. И, скорее всего, если один человек его понял именно так, то есть еще несколько человек, которые его поняли именно так. А за свои слова мы должны нести ответственность. Написано, что от слов своих человек осудится, и от слов своих оправдается. Вы поможете своему пастору, сказав ему все свои обиды в лицо, исправиться и вырасти в качестве проповедника, в качестве оратора, чем если вы будете просто ходить, обижаться и ходить по углам, рассказывать, какой у вас плохой пастор. Если у вас плохой пастор, зачем вы ходите в эту церковь? Пойдите в другую церковь. Вы ищите себе хорошего пастора. Но если вы здесь, и вы все еще слушаете его, значит, он вам нужен, он вам ценен, но вы хотите ему чем-то помочь, пойдите и помогите. Не надо клеветать, что ваш пастор говорит одно, а делает другое. Потому что это порождает грандиозные конфликты. И мы один раз в церкви, в которой я служил больше трех лет, разбирали такой конфликт до двух часов ночи. Просто потому что кому-то показалось, что кто-то что-то не так делает или не так говорит. И это вылилось в очень-очень-очень большой скандал. И вот такие скандалы, они как раз... В этих скандалах нет победителей побежденных. Там побеждают только дьявол. И мы не должны давать место таким скандалам. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть недоверие к вашему пастору, если вы считаете, что он говорит одно, а делает другое, если вы считаете, что у него слова расходятся с делом, и у него «да» — это не «да», «нет» — это не «нет», и все посредине от лукавого, — это ваше субъективное мнение, которое вы имеете право иметь, но обязательно выскажите его именно тому, против кого вы это мнение имеете. Потому что если вы будете ходить по углам, вы перейдете в ранг сплетника и наушника. И когда вы перейдете в ранг сплетника и наушника, это будет еще больший грех, чем если вы просто будете ходить и обижаться. Вы помните, что с первого сплетника выкинули из Небесного Царства. Я не думаю, что вы хотели бы оказаться на его месте. Поэтому не надо ходить и держать все это в себе. Это очень сильно перекликается с нашей темой про обиды. Не надо носить это все в себе. Пойдите и скажите ему это. Пойдите и спросите у него, почему меня это так задело. Возможно, вы чего-то не видите. Я очень люблю повторять эту фразу. Рыба не видит аквариума, в котором он живет. Кстати, возможно, и ваш пастор не видит аквариума, в котором он живет. Вы ему скажете это. Он был уверен, что он всегда говорит все правильно. А если вы поняли это не так, то он будет как раз его это обличит. И он скажет, окей, я в следующий раз буду говорить более понятным языком. Или разжевывать больше. Или там брать другие места писания для объяснения. Дополнять свои проповеди иллюстрациями и так далее. Помогите человеку расти. Ведь мы все братья, мы должны любить друг друга. Мы должны помогать друг другу, а не ходить в обиде и предъявлять претензии. А почему он такой? А как он смог вообще так со мной поступить? И так далее. Почему он такие вещи говорит? Помогите. Потому что мы все люди. Мы все развиваемся. Мы все совершаем свое спасение. Мы все освящаемся еще. И пастор тоже человек. Хоть и поставленный на это место Богом, он тоже человек. И он имеет право на ошибку. Если вы действительно считаете, что он неправ, ему это скажите. Не надо это распространять среди братьев и сестер в церкви. Тем более жаловаться об этом публично в социальных сетях, как я это очень часто замечаю. Поэтому вот такое мое наставление. Если вы меня правильно поняли, то те, кто мне писали подобного рода сообщения, пожалуйста, сделайте это. Не надо мне рассказывать, какой у вас плохой пастор. Вы живете в эту церковь, вы же, как пишете, ходите 10 лет, 15 лет, кто-то ходит 5 лет. Вы же ходите туда не для того, чтобы выискивать, чем он плохой. Вы там назидаетесь, Бог там вас посещает, вас Бог обличает через слово пастора. Ему это скажите. Наберитесь смелости. И не за углом, а в глаза. Придите и спросите, пастор, ты сказал вот так, вот так и вот так. Меня это очень обидело, очень задело. Это неправильно. Объясни мне, почему ты так сказал. Помолитесь вместе, и вы увидите, что, скорее всего, здесь речь идет о взаимонепонимании или ваших обидах на него. Хотя бывают исключения, да, бывают люди, которые несут откровенную ересь. Но вы знаете, даже когда человек несет откровенную ересь, у него есть право на покаяние. У него есть право на то, чтобы услышать голос Божий, покаяться в своей ереси и прийти обратно на те пути, которые Бог ему приготовил. И бывает, что это и такой путь люди проходят. И много таких служителей сегодня, будем так говорить, ведут за собой огромные церкви, только потому, что на каком-то этапе они поняли, что то, что они говорят, это ложь дьявола. Они покаялись, покаялись перед своей пастрой, покаялись перед Богом. И это подняло этих людей в глазах Бога и в глазах людей настолько, что их служение выросло во много-много-много раз. Поэтому помогайте с вами, не жалуйтесь на них, не упрекайте их, не делайте какие-то преждевременные выводы. Придите и поговорите, наберитесь смелости и поговорите с человеком лицом к лицу. Это самый простой и самый библейский выход из ситуации.